Пункт занимается отбором граждан на военную службу по контракту Вооруженные силы России на должности солдат, матросов, сержантов и старшин, а также прапорщиков и мичманов. Договор на контрактную службу заключается строго от 18 лет. При этом образование кандидата должно быть не ниже 9 классов. Серьезные требования к здоровью и психологическому состоянию будущего война. Сейчас требуется минимальный перечень документов. Это паспорт гражданина Российской Федерации, либо иностранного гражданина другого государства. Далее это документы об образовании, подтверждающие уровень образования, свидетельство о рождении детей, о заключении брака при наличии, копии военного билета при наличии. Минимальная заработная плата составляет 30 тысяч, а максимальная до 150 тысяч рублей. Денежное довольствие военнослужащего, проходящего службу в особых условиях, например, в зоне специальной военной операции, возрастает до 190 тысяч рублей и выше. При заключении контракта свыше одного года предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Далее выплачивается ежемесячная заработная плата. Гражданин при обращении на пункт отбора пишет заявление, в котором расписывает, в какой воинской части именно хочет проходить военнослужбы, на какой воинской должности, в каком регионе Российской Федерации. Это право гражданина, так как поступление в службу по контракту, это добровольно в порядке осуществляется. Гражданином мы выбираем место дислокации, где бы хотел проходить службу, вне зависимости от Калининграда до Дальнего Востока, где располагается в честь соединения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, военная служба по контракту поддерживается выплатой один раз в год в виде материальной помощи от государства, премиями различного характера за отличную службу. Также предусмотрены и мотивационные выплаты. Военнослужащие, проходящие военнослужбу по контракту и непосредственно учащиеся в специальной военной операции, получают дополнительные материальные средства от 50 до 1 миллиона рублей при захвате военной техники, либо ее уничтожении, также живой силы противника. Имеется надбавка 8 тысяч рублей в сутки при выполнении задач, при активных наступательных действиях в ходе специальной военной операции. Военная служба по контракту в армии отличается более стандартизированной и довольно неплохим денежным содержанием. К тому же военнослужащему предусмотрен большой социальный пакет, льготы, премии, помощь в приобретении жилья и другие финансовые компенсации. Военнослужащий по контракту при заключении контракта встает на очередь на предоставление служебного жилья. Зависит от количества членов семьи. Из расчета 12 квадратных метров на одного члена семьи. То есть 24 квадратных метра положено на одного военнослужащему и каждому члену семьи по 12. То есть, соответственно, 36, 48 и так далее. При переезде гражданина, который заключает контракт, при его заключении положено подъемное пособие при перемещении и поступлении на военнослужащему по контракту. Также члены семьи военнослужащего получают также процентную набавку по подъемному пособию. Контракту о прохождении военной службы предшествует широкий спектр проверок, тестирования. Только по их завершению гражданину выдается военный билет, а затем и заключается контракт. Заявление на профессиональную службу можно подать и через портал госуслуг. Сергей Бочкарев, житель Кызыла, сделал именно так. И в течение двух дней с ним связались и пригласили на собеседование. Мне предложили службу по контракту в любом регионе России. Сразу изначально, что мне была заинтересованность служить именно дома, в Туе. Я сам родом отсюда, получается, с поселка. И мне как бы очень стало интересно. Я решил, что это очень хорошо. Там они предложили все социальные гарантии, рассказали, что полностью, максимально просто на русском, подробном языке, что, как, где, сколько, какие выплаты будут. И я планирую, что в дальнейшем я полностью проведу мероприятие отбора все. Естественно, можно быстрее и поступлю на шубоконтракт. Так как это, допустим, очень хорошая социальная поддержка, это хорошие выплаты. О службе в армии на профессиональной основе написано много. Дополнительную же и подробную информацию можно получить в пункте отбора на военную службу в Республиканском военном комиссариате по адресу город Кызыл, улица Абаканская, дом 45. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Азамата Чур, телеканал Тува-24.